Здравствуйте, в эфире программа 13 этаж и сегодня в нашей студии генеральный директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области Александр Бараев. Александр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, программа капитального ремонта, фонд капитального ремонта начал работу в 2014 году. Какие примеры можно привести в качестве достижений, чтобы как-то развеять скепсис? Не секрет, что многие до сих пор со скепсисом относятся к этой программе. Если мы начнем говорить про 2014 год, когда у нас была принята региональная программа, когда собственникам необходимо было принять решение о выборе способа формирования фондов капитального ремонта, можно констатировать, что на сегодняшний момент процесс выбора продолжается. И достаточное количество многоквартирных домов продолжает принимать решения и переходить с общего котла на специальный счет. То есть принимать решения самостоятельно заниматься своим многоквартирным домом, организовывать и проводить капитальный ремонт. Такие решения у нас, они постоянно поступают в адрес фонда, находятся после проверки, они приносятся в реестр и на лист ожидания, что через полтора года эти решения вступают в силу, и собственники готовы будут выполнять ремонтные работы. Кстати, это подтверждает и тот факт, что у нас по состоянию на 1 сентября региональный оператор является владельцем 851 специального счета, то есть собственники приняли решение. И вот за эти два года накопления денежных средств мы уже более 30 решений собственников отдали в банк на оплату выполненных работ. То есть это те спецсчета, которые накопили определенную сумму денежных средств, по тем болевым точкам, которые есть в многоквартирных домах, приняли решение, организовали выполнение работ, они были выполнены и оплачены за счет средств, вот как раз специального счета. Ну а если мы говорим про результаты работы по общему котлу, то у нас основные работы начались они в 2015 году. Более 430 видов ремонтных работ было сделано. На всех объектах Архангельской области порядка 200 миллионов рублей. Это направление расходования средств было потрачено за эти работы. В текущем году у нас в планах выполнить ремонтные работы по 197-м квартирным домам и где-то порядка около 1000 видов ремонтных работ. Вот по состоянию на 1 сентября у нас завершены работы полностью приняты и оплачены. Это где-то порядка 400 видов ремонтных работ у нас уже выполнены и оплачены. В большой степени готовности находится примерно еще 200-300 видов ремонтных работ. Часть из них причем уже принята на комиссиях. Единственный вопрос, что идет процесс подготовки документов, потому что не все подрядные организации были готовы к тем требованиям, которые фонд выдвигает к документации, к качеству выполненных работ. И фактически даже по итогам приемочной комиссии, по итогам принятия решения о том, что работы соответствуют и принимаются комиссии, подготовка документов занимает у многих достаточно много средств. У нас, к сожалению, бывает по 2, а то и по 3 недели, когда подрядные организации ждут оплату выполненных работ. Но я думаю, что это процесс инорешаемый. Я думаю, они приспособятся, научатся работать и в дальнейшем пойдет более все гладко. Тариф на сегодня составляет 6 рублей 66 копеек. Чем он обоснован и что делается для того, чтобы сдерживать тариф? С другой стороны, многие эксперты говорят о том, что если сдерживать тариф, то в результате мы можем получить обрушение программы и ни к чему хорошему это не приведет. Да, проблема именно в установлении минимального взноса, она есть, она существует практически в большинстве субъектов Российской Федерации. Ведь экономика капитального ремонта достаточно непростая и требует значительных финансовых вливаний. Но при этом рекомендации Министерства строительства ЖКХ регулируют субъекты, говорят субъектам о том, что тариф нужно принимать, исходя из возможностей населения именно по оплате взноса на капитальный ремонт. То есть тариф должен быть социально обоснован, чтобы у нас не получилось и больших задолженностей по взносам. Действительно, необходимо принимать решение и в будущем, именно как будет организовываться, как будет формироваться тариф. Да, у нас есть растущие расходы по стройке, мы видим, что растет стоимость структурных материалов, что отражается на итогах выполнения ремонтных работ. Но при этом мы понимаем, что и когда проводим конкурсные процедуры, и организации, которые работают или заходят на капитальный ремонт, они за счет своих внутренних финансовых ресурсов, за счет построения экономики своей организации, снижают первоначальную стоимость выполнения ремонтных работ, поэтому здесь установление тарифа – это такой баланс между существующей практикой реализации программы капитального ремонта и ценообразованием именно в рынке стройных материалов, поскольку как основное направление расходования средств именно в фонде оплаты за выполненные работы. Конечно, установление тарифа – это достаточно сложный и аналитически непростой процесс, но я думаю, что в текущем году у нас будут приниматься новые решения по тарифу на 2017 год. Вопрос, в каком направлении пойдет это решение, фонд, конечно, участвует именно в предоставлении информации о том, насколько или как он может быть изменен, есть ли у нас внутренние резервы, внутренние резервы у нас действительно на сегодняшний момент, по крайней мере, есть, и можно предполагать, что если повышение тарифа и будет, то оно будет не таким значительным. Но чтобы соотнести суммы с результатом, например, сколько стоит ремонтировать пятиэтажку, капитальный ремонт пятиэтажки? Ну, если мы возьмем пятиэтажный многоквартирный дом, то комплексный капитальный ремонт шести подъездной пятиэтажки стоит порядка 10 миллионов рублей. То есть, вот, исходя из того, что сколько необходимо собирать денежных средств данного многоквартирному дому, чтобы накопить на комплексный капитальный ремонт, это вот при существующем тарифе, это, наверное, порядка 25-27 лет. Ну, а как узнать, когда будет произведен ремонт многоквартирного дома, в котором живет человек? Ну, самый простой вариант, это, конечно, взглянуть на региональную программу капитального ремонта. Ну, здесь программа достаточно объемная, в нее включены на сегодняшний момент более 14 тысяч многоквартирных домов, которые находятся в Архангельской области. То есть, периоды реализации, они обозначены именно в этом документе. Поэтому, ну, самый простой способ, конечно, это обратиться к интернет-ресурсам. Например, можно зайти на наш сайт, мы находимся на сегодняшний момент на портале ЖКХ, и в разделе на ботино-правовые документы, оригинальная программа капитального ремонта, там представлено для всеобщего обозрения. Ну, одна из самых, пожалуй, обсуждаемых тем, дома, требующие ремонта, стоят в очереди на 2038 год. Решается ли этот вопрос, меняются ли сроки? Сроки меняться будут, переносы будут уже вот в текущем году. Мы также на сегодняшний момент работаем над актуализацией программы капитального ремонта, и здесь можно ожидать, что в текущем году будут существенные изменения. С чем это связано? Фактически, выстраивание домов в очередность проведения капитального ремонта, она регулируется региональным загадательством, в том числе и нашим областным законом. То есть первоначальная версия программы, она включала в себя четыре основных технических критерия по многоквартирным домам, исходя из которых и выставлялось определенное количество баллов по каждому дому, и, соответственно, выстраивались в очереди. По итогам мониторинга, каждый год муниципальное образование представляет порядок мониторинга жилищного фонда, то есть какие-то данные технические по домам меняются, то есть актуализируется степень износа по документам технической инвентаризации, уточняются определенные моменты. И это все входит опять в региональную программу, по ней устраивается новая очередность. С учетом в текущем году мы будем применять уже новый пятый критерий, который также регулируется областным законодательством, это финансовая дисциплина собственников помещений. То есть темно-квартирные дома, которые имеют наибольший процент собираемости, то есть они будут получать большее количество баллов, тем самым они будут претендовать на более быстрые или более ранние сроки выполнения ремонта. Еще одна сложная ситуация, характерная для нашего региона. Жители дома сдают, платят за капитальный ремонт, вдруг дом признается аварийным. Что будет с этими деньгами? Этот момент урегулирован жилищным законодательством. Эти денежные средства будут в дальнейшем направлены на цели сноса либо реконструкции данного многоквартирного дома. Фактически собственник многоквартирного дома отвечает за свое имущество до самого последнего момента. То есть не только на момент проживания и признания дома аварийным, но и дальнейшая судьба, связанная с этим имуществом, а также лежит в лоскости ответственности каждого собственника помещения. Если дом признается аварийным, то собственники должны на общем собрании принять решение. То есть он либо подлежит реконструкции, и тогда эти денежные средства могут быть направлены на цели реконструкции, либо дом подлежит сносу, и тогда эти денежные средства направляются на цели сноса данного многоквартирного дома. Можно услышать из тех или иных источников такую версию. Жители новостроек не должны платить за капремонт. Это заблуждение, и абсолютно все владельцы собственники жилья должны платить за капремонт? Это немножко заблуждение. То есть жилищный кодекс в 2015 году эту ситуацию отрегулировал, и субъектам дано право принимать решение об отсрочке от уплаты взносов на капитальный ремонт для жителей на житель новостроек. Такая норма закона принята и в Архангельском области, и собственники многоквартирных домов, которые недавно введены в эксплуатацию, они имеют отсрочку два года. То есть после ввода в эксплуатацию, после того, как дом попадает в региональную программу, он в любом случае должен попасть в региональную программу, у них есть два года условных, назовем вот этих, каникул, когда они не платят средства. За эти два года они должны будут определиться с выбором способа формирования фонда, в общем, как-либо на специальном счете, и через два года после включения программы у них наступает обязательство по уплате взносов. Ну вот, кстати, да, о спецсчете и общем котле. Если тот или иной собственник жилья не хочет носить деньги в общий котел, что он может сделать, что он может предпринять? Ну, самый действенный способ, и мы всегда говорим, когда мы общаемся с собственниками помещений, муниципальных образований, мы всегда стараемся разъяснить норму или положение как раз именно выгоды аккумулирования денежных средств на специальном счете. То есть, соответственно, если собственники не хотят работать, аккумулировать денежные средства в общем котле, то здесь нужно собирать общее собрание, обсуждать эту ситуацию и выходить на формирование фонда на специальном счете. То есть здесь решения принимаются, в общем, собранием большинством голосов. Единственный момент, что решение это вступит в силу только через полтора года с момента его фиксирования протоколом в протоколе. Хотя здесь не стоит пугаться, все денежные средства, которые были саккумулированы вот на тот период в общем котле, они будут перечислены в дальнейшем на специальный счет, и собственники уже начнут свою деятельность по капитальному ремонту дома уже с определенным финансовым багажом, который они сумели накопить, начиная с 2014 года. Собственники сами могут распоряжаться, в общем-то, этими средствами. Ну а бывает так, что действительно собственники жилья возвращаются обратно к региональному оператору, и по каким причинам чаще всего это происходит? Таких случаев было, но было всего лишь несколько, если мне... Это порядка трех случаев, когда собственники действительно возвращались со спецсчета в общий котел. Ну, связано это было как раз с теми первыми многоквартирными домами, которые еще в 2014 году, вот, на, скажем так, на волне противоречия данному закону, приняли решение в специальном счете только, чтобы лишь бы не накопить их в общем котле. Но при этом те обязательства, которые возлагаются на собственников, да, связанные там с распространением квитанции, именно с работой по своему дому, они, скажем так, не готовы были исполнять. В итоге накопилась большая заблаженность, и собственники понимают, что они не могут, по крайней мере, на сегодняшний момент самостоятельно организовывать работу по капитальному ремонту, они приняли решение о возвращении в общий котел. Хотя в дальнейшем им это нисколько не помешает, если они сумеют организоваться, сумеют собрать совет дома, либо активную группу, которая возьмет на себя управление своими имуществом, в дальнейшем обратно перейти на специальный счет. Сегодня мы можем наблюдать, как обновляются фасады домов. При этом жители других домов задаются вопросом, когда же вот их дом ждет такое обновление. Что можно им ответить? Можно посоветовать, что, опять же, обратиться к нашей региональной программе, посмотреть, на какой период запланирован ремонт науквартирного дома с учетом ближайших изменений, да, когда будет обозначено. И в случае, если, конечно, они не готовы ждать вот тех сроков, которые будут в программе обозначены, значит, нужно принимать решение и самостоятельно работать по своему дому все-таки. Конечно, специальный счет – это все-таки тот элемент, который позволяет быстрее реагировать на ситуации, на болезненные ситуации по своему имуществу, быстро принимать решения и организовывать выполнение ремонтных работ. Вот все-таки капитальный ремонт в отношении общего котла – это для тех многоквартирных домов, скажем так, кто не готов на себя брать эти все обязательства, кто, ну, скажем так, в меньшей степени, по крайней мере, на сегодняшний момент определяет судьбу своего дома. То есть судьба дома решается в рамках законодательства, но не самостоятельно. Расходы за капремонт многоквартирных домов людям старше 70 лет будут компенсировать. Я знаю, что в общей сложности регионам выделено 3,6 миллиарда рублей. Что получит Архангельская область и какие льготы ждут людей старшего возраста? Действительно, в январе текущего года вступили силы поправки законодательства Российской Федерации, которые позволили или ввели дополнительные льготы для собственников помещения, для возрастных категорий, ввели льготы и для инвалидов, то есть дополнительные льготы именно по уплате взносов на капитальный ремонт. Единственный здесь момент, что получение льготы по возрасту наносит заявительный характер и собственникам таких многоквартирных домов, где понимают, что они попадают в эту льготную категорию, необходимо обращаться в отделение социальной защиты населения по своему округу, либо территориальному, либо по своему району, чтобы показать или обозначить себя, что имеете право на получение льгот, и льгот оригинальным операторам будет, соответственно, начисляться. Подрядчики, исполнители работ по капремонту будут отбираться по единым федеральным правилам. Что это за правило и какова причина введения этих инноваций? Подрядчики не справляются, плохо исполняют свои работы? Первоначальная редакция жилищного кодекса давала субъектам Российской Федерации полномочия по самостоятельному определению вопроса отбора подрядных организаций. В нашей области это было реализовано на основе опыта уже работы со 185-м законом, то есть у нас были достаточно серьезные требования предъявлялись к подрядным организациям, хотя в других субъектах это была несколько более вольная структура по распределению работ. И, наверное, в связи с этим законодательством было принято решение об установлении единых правил именно в работе с капитальным ремонтом по всей Российской Федерации. Сейчас действительно вышло постановление правительства Российской Федерации, номер 615, которое и регулирует все эти моменты. То есть теперь будет двухступенчатая структура. Сначала подрядные организации квалифицируются по своему опыту работу и вообще возможности работы в системе капитального ремонта. То есть этим документом отрегулированы требования, их там порядка 10 требований, которые необходимо каждому юридическому лицу соответствовать этим требованиям. Орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, который назначается местным нормативно-правовым актом, будет осуществлять отбор, предотбор, так называемый предотбор этих организаций. То есть проверять их квалификацию, их возможности работы с капитальным ремонтом. В случае соответствия этих требований будет формироваться реестр добросовестных подрядных организаций. И уже в дальнейшем эти организации будут участвовать в конкурсных процедурах, в аукционных процедурах, в форме электронного аукциона, который будет проводить региональный оператор. То есть вот такая двуступенчатая структура будет применяться теперь на всей территории Российской Федерации. Александр Викторович, я благодарю вас за беседу. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова